По поводу благотворительности, приведу несколько примеров. Есть как бы черная сторона и белая сторона. Мы были в одном городе, в Дальневосточном, в России, ездили на гастроли одно время. Там есть такой человек, его зовут Александр. Он мне сказал откровенно, Стас, я занимаюсь благотворительностью. У меня есть детский дом, который я выкупил, там несколько старых квартир, 3 или 4 квартиры. Но я сразу скажу напрямую, я этим живу, я этим зарабатываю. Но зарабатываю как? Я имею себе на хлеб, и в этот момент я помогаю детям. У него в детском доме около 30 детей, разного возраста, от 3 до 17 лет, которые очень сложные. Он говорит, да, я живу за счет спонсоров, которые мне помогают, они приносят деньги. Я не то, что, говорит, там шикую, но у меня, говорит, я себя обеспечиваю, но при этом я помогаю детям. С другой стороны, которые фонды, есть большие благотворительности. Я считаю, что я слышал, что многие такие фонды созданы, где просто отмывают большие деньги. Просто переводят эти счета, где-то что-то покрывают, идет отмывание денег. Некоторые фонды работают, я знаю, которые со спонсорами, которые очень известные фонды, где спонсоры за счет этого, они себя, грубо говоря, пиарят. Они становятся партнерами фонда, они вкладывают свои деньги, за счет этого у них поднимается там свое имя, грубо говоря. Вот так. Спасибо.